Привет! В этом видео поговорим о процессорах со встроенной графикой и разберемся, можно ли играть на встроенном видеоядре. Возьмем три графических решения от Intel, три встройки от AMD и проверим производительность. Процессор может выступать не только главной вычислительной единицей, но и отвечать за вывод графики. Большинство ноутбуков и офисных компьютеров как раз оснащены процессорами со встроенным видео. Это удобно, бюджетно, энергоэффективно, а главное, такое графическое решение подходит для большинства офисных и интернет-задач. Энтузиасты и геймеры чаще выбирают мощную дискретную видеокарту и процессоры без графического ядра. Ну зачем им лишнее видео? У Intel нового поколения процессоры без встройки маркируются буквой F. У AMD наоборот, процессоры со встроенной графикой маркируются как G или GE. Бытует мнение, что в стройке достаточно для всего, кроме игр. А так ли это? В последнее время и Intel, и AMD говорят, что их графика тащит и даже отлично подойдет даже для гейминга. Вот и проверим. Для тестирования мы отобрали актуальные графические решения. UHD 610, 730 и 750 от Intel. А со стороны AMD взяли графику RX Vega 3, 10 и 11. Встройка UHD Graphics 610 от Intel обычно используется в бюджетных процессорах серии Pentium и Celeron. Интегрированная видеокарта имеет минимальную тактовую частоту в 300 МГц, но графический чип может работать в режиме Turbo на частоте 1050 МГц. Самое бюджетное решение от Intel. Следующий участник UHD Graphics 730 используется в процессорах Intel Core 11 поколения. Минималка такая же, а вот Turbo Boost подрос до 1300 МГц. Третья встройка из синего лагеря UHD Graphics 750 отличается от предыдущей количеством текстурных блоков и имеет больше конвейеров, чем 730. Со стороны красных начнем с видеоядра RX Vega 3 на архитектуре GCN5 и поддержкой DirectX 12. Такая еще встречается в бюджетных атлонах. Для современных игр уже старовато, но для теста подходит. Максимально доступна частота графики в нашем случае 1100 МГц. Это самый бюджетный процессор с видеоядром от AMD. Второй участник графическое решение RX Vega 10 на процессоре Ryzen 5 3350G. Хотя программы определяют графику как Vega 11. И наиболее перспективное решение от красных RX Vega 11 на процессоре 3400G. Важное замечание. Конечно, мы хотели бы протестировать именно встройку, но многое будет зависеть и от процессора. Так что это не конкретные результаты производительности графики, а ориентировочные. Итак, на чем тестируем? Процессоры Intel тестировали на материнской плате с чипсетом Z590. Для двух процессоров от AMD взяли мать на чипсете X570. Для младшего атлона задействовали плату на чипсете B450. Во всех вариантах использовали оперативную память G-Skill RipJow с двумя планками по 16 ГБ. Блок питания Cougar GX. Тестировали все в стоке, ничего не разгоняли. Единственное, выставили XMP профиль на 3200 с таймингами 14-14-34. То есть, это не какие-то специальные комплектующие супер-разгонщиков, а то, что вы можете получить в обычных условиях. Наверняка можно выжать даже больше, но у нас тема не про разгон. Тестировать будем игры в разрешении Full HD по возможности. Настройки графики практически всегда на минималках для большей наглядности. И начнем с Counter-Strike Global Offensive. Пресет графики на низких настройках с включенной вертикальной синхронизацией. Запускаем карту из мастерской Benchmark, чтобы наглядно сравнить результат. У Intel преимущество берет видеоядро UHD 750, которое почти в два раза опережает младшего собрата. По среднему кадру вполне играбельный результат и у 750 и у 730. Но в дыму сразу же ловим сильную просадку на всех процессорах. У UHD 610 консольный FPS и неиграбельный результат. Переходим к AMD. На AMD лучше всего справились графические ядра RX Vega 11 и X10 с отличным средним кадром и более приятным FPS. Но дым и на красных камнях подпортил картину редких и очень редких событий. Даже RX Vega 3 показывает неплохой результат. Главное не попадать в облако дыма, иначе играбельный FPS превратится в невозможные тормоза. В Dota 2 тоже выставили низкие настройки графики Full HD разрешений. И на Intel все результаты очевидны. Комфортный и играбельный по среднему FPS на UHD 750 и 730. Просадки по редким и очень редким событиям еле заметны. UHD 610 старается не отставать от собратьев. Статистика редких и очень редких событий говорит сама за себя. Отличия есть. Но даже при таких значениях игра бегает вполне комфортно. На AMD также получаем неплохие результаты. Но 10 Vega даже лучше 11, пусть и на уровне погрешности. RX Vega 3 пусть и отстала, но тоже дает вполне плавную картинку, хотя имеются небольшие просадки. В танках графика опять на минималках. Разрешение Full HD. В стройке от Intel отрабатывают неплохо. В лидерах UHD 750. UHD 730 тоже старается не отставать. Хороший играбельный FPS с минимальным количеством просадок. UHD 610 оказался на последнем месте, оторвавшись от лидеров раза в два. По статистике редких и очень редких событий есть просадки до консольных значений. Но в целом играть можно. На AMD в лидерах по FPS RX Vega 11. Но в статистике очень редких событий все же словил просадку. На RX Vega 10 получили чуть меньшее значение по среднему FPS. Но по редким и очень редким событиям все немного лучше. Самый младший тоже смог показать свою мощь. Правда местами просел почти до консольного значения. Но визуально все хорошо, играть можно. Для проверки более-менее современных игр включили контроль. Самые низкие настройки графики из возможных. Разрешение рендеринга, причем в HD, а не Full HD качестве. И на встройке от Intel самый лучший результат ожидаемо получает UHD 750 с консольным FPS и неслабыми просадками. UHD 730 по всем параметрам откровенно не тянет. По UHD 610 комментарии излишни. Это слайд-шоу и просадки до 4 кадров. С AMD повеселее. RX Vega 10 показывает хороший средний кадр. Играть вполне можно. RX Vega 11 тоже показывает неплохой результат, но по статистике редких и очень редких событий все же просаживается до консольных значений. Но сильного дискомфорта это не доставит. RX Vega 3 скатилась сильнее. По среднему кадру слайд-шоу, как и по редким и очень редким событиям. К сожалению, это не играбельно. Запустим лару на самых низких настройках в HD разрешении. UHD 730, как и 750 получают консольный FPS. Но младший собрат получает больше кадров в среднем и больше разрыв между редкими и очень редкими событиями. Играть не совсем комфортно, но реально. UHD 610 получает очень нестабильную картинку с просадками и слайд-шоу. Играть в это на встройке можно только от безысходности. На AMD платформе RX Vega 11 выдала самый лучший результат по среднему кадру и довольно стабильную картинку. Десятка тоже показала неплохой результат по среднему кадру, но давала чуть больше фризов. Третья Vega показала стабильный результат по всем значениям, но играть будет не очень комфортно. В синтетике 3DMark Time Spy получили результаты в попугаях. И самой сильной на Intel оказалась графика UHD 750. На втором месте UHD 730. И самый маленький результат показала UHD 610. У AMD в лидерах RX Vega 11. Это и неудивительно. RX Vega 10 оказалась на втором месте, имея призрачное отставание. И последнее место с очевидным разрывом получила Vega 3. Для большинства командных игр с острым сюжетом встройка не так плоха. Поиграть можно и на AMD, и на Intel. Но для современных ААА-проектов встройка едва ли сможет выдать играбельный фпс. Возможно, на уровне консолей предыдущего поколения. Достаточно ли этого решать вам? Все же встроенное графическое ядро поможет пережить процесс апгрейда видеокарты, а многие любители сетевых баталий смогут продолжать бой даже на встройках. Пока!